В детской библиотеке на Угличе прошел конкурс детских поделок. Дети совместно с родителями, бабушками и дедушками изготовили своими руками нарядных снегурочек. Здесь и куклы из бумаги, ткани, дерева, с использованием мишуры и различных украшений. Даже есть глиняные снегурки, разрисованные красками. Моя снегурочка сделана из картона и из мишуры. Мама помогала. Я участвовала еще, снеговика делала. Я вот сделал снегурочку, она сделана из фетра и из меха. Мех у нее внутри, чтобы она была такой, ну более мягкой. И вот еще рисунок, он сделан по мотивам сказки. Я сделала ее из колгот, из риса, фетра, мишуры, блесток, акриловых красок. Все внучки Деда Мороза по-своему уникальны и неповторимы. Жюри конкурса были поражены таким большим количеством поделок. И осмотрев каждую из них, выделили самых лучших. После на несколько часов вернулись в детство. Я никогда в жизни не видела до этого, в одном месте, столько красивых, замечательных, нарядных снегурочек. Достойных работ в этом конкурсе было очень много, поэтому первое место разделили сразу три участника. Это Миронова Мария, Комарова Анастасия и Коцан Антон. Всего в конкурсе участвовало 153 работы. Их авторы – это школьники и воспитанники детских садов со всего Сергиево-Посадского района. Наши детки впервые участвовали в конкурсе «Снегурочка». Получили грамоты, первые, третьи места, грамоты за участие, подарки от организации. В том году мы были маленькие, еще были ясельные группы. Но в этом году мы подросли, и теперь будем участвовать дальше в таких конкурсах. Все работы теперь украшают резиденцию Деда Мороза в детской библиотеке. Здесь главный волшебник страны принимает письма и дарит подарки. Также с сегодняшнего дня здесь начались детские мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в которых могут принять участие все желающие. Роман Кренделев, Ирина Самойлова, Сергей Кошайкин. День города.